доброго времени суток в данном видео обзоре мы с вами выполним управляемое сведение аппарата с орбиты соответственно до этого вы установили более менее оптимальную орбиту в данном примере орбита низкого радиуса в апогее составляет 98 километров и впереди 82 километра наша основная задача провести управляемое сведение с орбиты аппарата используя элементарную физику на данный момент аппарат как видим теряет скорость это соответствует от перигея до апогея в этом диапазоне радиуса соответственно от этой точки апогея до этой точки перигея корабль будет набирать скорость также рекомендуется выводить аппарат с орбиты на светлую сторону того или иного небесного тела автор постарается поменьше сыпать терминологии и непосредственно переходить к практике как видим сейчас корабль идет по инерции по основному движению наша с вами основная задача это потушить основной удельный импульс на точки перехода выполнить и рассчитать точку минимального ускорения приблизительно где-то до 700 метров в секунду и перейти на заданную меньшую траекторию орбиты для входа в плотные слои атмосферы и так рекомендуется установить точку ускорения для выхода с орбиты приблизительно где-то ну давайте сделаем здесь в данном примере мы добавляем марки вот соответственно наша точка по движению и против движения 81 67 довольно мало 47 вполне разумно можно довести до 45 27 довольно резко 43 вполне давайте посмотрим сколько нам потребуется всего лишь ускорение потребуется приблизительно и грубо говоря 190 метров в секунду в точке перехода проверяем наличие топлива которого вполне хватит для задания удельного импульса давайте немного промотаем вперед точка маркируется синим маркером которое необходимо нам по курсу перехода я принципиально не указывал маркер перехода по ускорению через гу элемент а проматываем до основного показателя в ускоренном режиме и так мы практически подошли к точке как видим до нода и перехода остается одна минута 11 секунд переход будем осуществлять где-то с 15 секунды что вполне достаточно для данного аппарата его веса и общего количества топлива откорректирую немного курс 46 45 секунд до перехода немного ускоримся 15 секунда ускоряемся не обращаем внимание на маркер фиксируем отключаем двигатель переходим на противоположное движение для страховки в течение пяти семи секунд тормозим движение видим скорость падает сбрасываем тягу смотрим да видим орбита сменилась и начинаем постепенно и снижение поверхности и входу в плотные слои атмосферы давайте немного промотаем все мы начинаем движение в плотные слои которые сейчас нас будут притормаживать при остаточном топливе не сбрасывая его в атмосферу заботясь о экологии мы выполним дополнительное торможение в слоях атмосферы соответственно рекомендуется в конструкции иметь щит тепловой который не позволит сгореть остаточному модулю корабля как время торможения выполняется скорость гасит отработаем полностью топливо и его остатки топливо практически отработано отстреливаем ненужные элементы и составляющие мусор корабля и плавно переходим к более плотным слоям атмосферы для последующей мягкой посадки обратите внимание на иконку парашюта она красная то есть в данной позиции крайне не рекомендуется использовать запуск парашюта во-первых он не откроется поскольку высота составляет 1000 метров и давление 004 скорость чуть выше маха торможение в слоях атмосферы продолжается высота 20000 настроение хорошее здоровье стабильное и так мы благополучно с небольшим нагревом прошли первые слои видим иконка парашюта уже имеет позитивный цвет который говорит о нам что активация возможно без последствий где-то с 5000 произведем запуск парашютной системы парашюты отстреляны стропы в натяжении наполнение куполов произошло успешно парашюты не повреждены снижение стабильно 5-6 метров в секунду амортизация посадочной опоры по умолчанию на этом все спасибо за внимание всего доброго спасибо за внимание спасибо за внимание спасибо за внимание мы